Бункерный покинул Москву. Российский диктатор отправился на встречу к другому диктатору. 17 октября Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. Самолет российского президента приземлился в Пекине. После Путин отправился в дом народного собрания, где китайский лидер Си Цзиньпин вместе с супругой встречали руководителей делегаций. Только при встрече Бункерный немного нервничал и терялся. Наверное, не зря он с собой взял несколько своих спецчемоданчиков, чтобы потом, так сказать, скрыть свои следы страха. Ну ладно, вернемся к мероприятию. Причиной визита Путина стал масштабный экономический проект «Китая. Один пояс, один путь» – программа соединения Азии с Африкой и Европой. Визит Путина – это визит со слабой стороны. Ну то есть у него фактически таких рычагов влияния на Китай нет, а у Китая есть. Китаю, скорее всего, интересна окончательная передача технологий, которые интересуют Китай. У России у них еще есть то, что забрать. Например, строительство атомных подводных лодок. Китай пока не может это сделать. Интересует, скорее всего, интересует атомные реакторы на быстрых нейронах. Путин – один из участников большой политической массовки на этом форуме. Поэтому это не просто визит Путина к Сидзинпину. Это участие Путина, как одного из заметных, но одного из акторов в этом большом политическом мероприятии, которое проводил Сидзинпин. Только с этой массовки российские пропагандистские СМИ Путина, конечно, выделили. И приписали ему почетное звание главного гостя. Впервые здесь в Китае в рамках саммита «Один пояс, один путь» встретится и с Сидзинпином лидер КНР в рамках торжественного приема всех делегаций, еще раз скажу, 150 делегаций поприветствуют и поздороваются отдельно с каждым представителем каждой страны. Разумеется, с Путиным состоится отдельная встреча Российская Федерация. Москва здесь официально заявлена как главный гость. А еще хвастались, что Си пригласил Путина первым зайти на приветственный банкет в Пекине, якобы подчеркнув его статус почетного гостя и участника форума. Путин явно претендует стремиться на роль любимой жены китайского лидера. Ну, в кавычках, конечно же, да. Но вот он хочет быть первым вот в этом широком круге стран, которые, ну, так или иначе, зависимы от Китая, хочет с ним развивать отношения. Путин здесь претендует на особую роль. Но зависимую роль. Это не роль равноправного партнера. Это роль младшего брата, зависимого и в политическом, и в экономическом отношении младшего союзника. А младший брат и союзник должен что делать? Слушаться и поддерживать старшего. Собственно, что и делает очень умело Путин. Если раньше московские князи ездили в Орду для того, чтобы получить ярлык на княжение на своих территориях, то теперь они ездят в Китай для того, чтобы получить ярлык на дальнейшее управление той территорией, которая еще называется Российской Федерацией. Во время уступления глава Китая Си Цзиньпин представил свой проект «Один пояс, один путь» как радикальную альтернативу мировому порядку, возглавляемому США. А Бункерный, конечно, не мог не согласиться и поддержал это заявление. Согласен с председателем КНР в том, что китайская идея «Один пояс, один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества. Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса. Сейчас заметно, это, конечно же, усиление зависимости России от Китая. И очень заметно, как Путин лебезит буквально перед Китаем, заискивает. Вот перед поездкой в Пекин, в интервью китайским СМИ, ну, это просто такой поток лести и в адрес Китая, и в адрес Си Цзиньпина. Раньше Россия себя так не вела. А сейчас, ну, вот даже такой стиль риторики Путина по отношению к Китаю и Си Цзиньпину показывает, кто есть кто. Кто хозяин, а кто лакей в этих отношениях. Во время форума Путин также лично встретился с лидером Поднебесной. Бункерный рассказал, что переговоры длились около трех часов. Ну, все и не расскажешь. Это вся двусторонняя повестка, ее много. Много там вопросов. Это экономика, финансы, политическое взаимодействие. И, конечно, ситуация на Ближнем Востоке и в Украине. Вероятно, Путин просил поддержки в КНР. Только об этом он умалчивает. Китай не будет поддерживать напрямую, официально, войну России против Украины. Тем более, поставлять прямо и масштабно оружие. Хабом по поддержке России может стать Северная Корея. Там, например, может быть реализована следующая схема. Во время этой же встречи с журналистами Путин нафантазировал, что может отбивать ракеты Атакамс. Пригласил Байдена на чаепитие и размечтался о переговорах с Украиной. Украинская сторона хочет реально переговорного процесса. То нужно делать это не какими-то театральными жестами. А нужно первое, что сделать, отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Путин же, когда он говорит, готова Украина, он же хочет переговоров не с Украиной, он хочет переговоров с США. И вся его политика связана с тем, что верните меня в высшую лигу, я готов с вами разговаривать из-за Украины. То есть мы готовы сесть как великие державы, поделить как в старые добрые времена. Напомним, что это всего лишь вторая поездка Путина за пределы России в этом году. С тех пор, как в марте Международный оголовный суд выдал ордер на его арест. В последний раз Путин посещал китайскую столицу в 2022 году. Вскоре после визитов в Пекин глава Кремля объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Субтитры создавал DimaTorzok